Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. Установлена величина прожиточного минимума для пенсионеров Ростовской области на 2014 год. Она составляет 6 350 рублей в месяц. Напомню, что неработающие пенсионеры имеют право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии, если их материальное обеспечение ниже прожиточного минимума. Размер этой меры поддержки рассчитывается как разница между величиной минимума и совокупным доходом. В 2013 году прожиточный минимум составляет 6 052 рубля. С 1 декабря справочная по наличию лекарств в аптеках региона станет доступна всем жителям Ростовской области. Для этих целей на Дону будет внедрен пилотный проект «Служба-130». Для того, чтобы получить доступ к службе, необходимо со стационарного телефона сначала набрать «восьмерку» выход на межгород, а затем короткий номер «130». Междугородние звонки в службу будут бесплатны. Также с 1 декабря планируется обеспечить доступ к сервису и с мобильных телефонов по короткому номеру «130». До 20 ноября жители Ростовской области смогут принять участие в формировании региональной программы капремонта. Она должна быть утверждена Донским правительством до 1 января 2014 года. И в нее будут включены многоквартирные дома за исключением аварийных. С 1 по 20 ноября на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области будет открыта база состояния многоквартирных домов. В случае выявления неточностей собственники жилья могут обратиться в УК или ТСЖ для внесения изменений в базу. Именно исходя из этой информации будет определяться очередность каждого конкретного дома на проведение капремонта. С 5 ноября изменилось расписание движения дачных автобусов. Автобус номер 28 будет ежедневно совершать 4 рейса до садоводства «Маяк-3». Отправление от остановки поселок Шлюзов в 9 и 10 утра, а также в 14.30 и 15.30. В обратном направлении в 9.30 и 10.30 утра и 15 и 16 часов. Маршрут номер 29 следует до садоводства «Мичуринец» 6.25, 8.30, 10.30, 14.00, 16.00 и 18.30. Обратно автобусы отправляются в 6.45, 9.00, 11.00, 14.30, 16.30 и 19.00. Движение также осуществляется каждый день. А вот автобус 30 маршрута ходит ежедневно, кроме понедельника. Отправление от ВЗМО в 9.00, 10.00, 14.30 и 15.30. Отправление из садоводства «Мирный атом» в 9.30, 10.30, 15.00 и 16.00. Покупательную способность рубля мы продолжаем освещать с разных позиций. Сегодня это стоимость основных продуктов питания в ноябре по сравнению с октябрем. Более всего за месяц подорожали яйца. Средняя цена десятка по городу по данным сектора ценам тарифов администрации равняется 48 рублям и 33 копейкам. Что больше цены месячной давности на 10 рублей и 57 копеек. Баранина прибавила в стоимости 10 рублей. Ее цена в среднем по городу 200 рублей ровно. Тройку лидеров ноябрьского подорожания замыкает говядина. Плюс 8 рублей и 35 копеек. В результате цена килограмма составляет 208 рублей 30 копеек. Также в плюсе куры, замороженная рыба, сливочное масло, молоко, сахар, хлеб, рис, гречка, вермишель и морковь. Лидером же по удешевлению стал чай. Средняя цена килограмма уменьшилась сразу на 25 рублей и 37 копеек. Опустившись до отметки 202 рубля 11 копеек. Далее идет свинина. Она в среднем по городу стоит в ноябре 220 рублей и 65 копеек. Что меньше цены октября на 8 рублей 15 копеек. Бронза досталась картофелю. Пилограмм которого потерял в стоимости 4 рубля 60 копеек. Сегодня он стоит 17 рублей 79 копеек. Также в минусе соль, мука, хлеб, ржаной, пшено, капуста и яблоки. А перед рекламой на ВТВ расскажем о вопросе общественного мнения по поводу еще большего ограничения ее присутствия на телевидении. Итак, большинство, порядка 78%, считают, что количество рекламы необходимо и далее уменьшать. При этом 4% уверены, что сейчас количество роликов двигателя торговли в эфире канала оптимально. Еще почти столько же респондентов уже привыкли к рекламе. А вот почти 12% опрошенных признались, что не смотрят телевизор вообще. Оставшиеся затруднились ответить. Продолжение следует...